Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Материал предлагал Ювентус вернуться, я бы не вернулся. И Барселону также предлагали. Но я решил остаться в Манчестер-Сити, здесь добиться хотя бы четвертой строчки. Сейчас мы идем на шестой. И у нас сейчас 5 очков отставания до четвертой строчки, заветной нашей. Будем бороться. В сегодняшнем выпуске у нас вот такие вот матчи, нагруженные прям апрель. Матч с Манчестер-Юнайтедом, который там выше. Если так смотреть по матчам. Ну и лондонский Арсенал, который вот там забрался высоко. Все, только вот МЮ и Арсенал. Больше таких соперников прям нету, которые выше нас. Поэтому надо выигрывать сегодня, набирать форму к этим матчам. Ну и начинаем мы гостевым матчем против Бернли. Вот он состав, поехали. Итак, замечательный стадион Бернли. Мы приезжаем сюда для того, чтобы занять четвертую строчку для попадания в Лигу чемпионов. Нам эта просто задача стоит перед нами. Лично я себе ее поставил. Потому что мы завоевали уже один трофей в Манчестере. Вроде как мы в каждом клубе, в котором играли, кроме первого сезона, за Штутгарт, за Гамбург. Мы никаких трофеев не выиграли. Просто мы с Гамбургом прошли в Бундеслигу. Все, это единственное завоевание. Это вроде мы там вторую строчку заняли, если я ничего не путаю. И тем самым мы вышли. Так что серебро, это такой себе трофей. Вот именно кубок, который мы поднимали, вроде мы в каждом. И в Аяксе, и в чемпионате Италии. Ну вот сейчас вот переехали еще и в Англию. В Англию мы выиграли суперкубок против МЮ. В первом же матче. Так что это хорошо. Прострел хороший Дебрюйне. Это 1-0. Шестая минута. Быстро распасовались. Я на Дебрюйне. Дебрюйне там на Бернарда Сильва. И он обратно на Кевина. И все, 1-0. Теперь будем намного спокойнее играть. Все-таки вышли мы вперед. Это супер. Минимальная победа Сити над Бернли. Мы не забили. Забил Дебрюйн голевой от Бернарда Сильвы. Танка 6-4. Моментов практически вообще не было. Вот. Теперь у нас 3 очка уже даже отставания, друзья, до Ливерпуля и Тоттенхэма. Сейчас посмотрим, как сыграл Тоттенхэм и Ливерпуль. Ливерпуль сыграл Севертоном в мячу 1-1. И Маннистер победил Хадресу. Арсенал победил Лестер. И как там? Челси вот, да, проиграл Тоттенхэму. Ну вот Челси потерял свою строчку. И теперь МЮ на первой строчке даже представляет. 7-6 очков. У нас 7 очков отставания. И 19 очков лидерства. Вот у нас сейчас игра против МЮ. Они идут сейчас на первой строчке. Мы им проиграли в кубке. А, мы еще и не играем. Ну, замечательно. Посмотрим. Ну, замечательно. 2-0 мы проигрываем МЮ. Не играю даже в этом матче. Просто супер. У нас теперь отставание в 6 снова очков. Это просто гениальная мысль была и решение не брать меня на матч. Просто что-то с чем-то. У нас игра сейчас против Бормута. Вроде Бормут мне предлагал перейти к ним. Вот. Изменения в расписании там. Сити против Арсенала. Ну, что же. Играем мы снова в выездной матч против Бормута. Расстановка на ваших экранах. Поехали. Итак, стадион Бормута. Мы приехали на выездную игру. У нас снова отставание от 4-й или вроде 5-й. Ну, наверное, там 4-й, 5-й. 6 очков. Это просто невероятно было. Мы могли наконец-то догнать, если мы обгубься на матч с Мью. Потому что мы не проигрывали. Последний матч мы только вот ими проиграли в кубке Карабава. Вот так мы в кубке Англии дали. Не в кубке Карабава. Мы обыгрывали 2-1 в суперкубке Англии. Какой хороший сейчас у нас момент, а. Ну, а я решил все-таки лучше голевую отдать. На Фила Фодена. 1-0. Голов-то у нас так много, но мне, наверное, надо вот сейчас просто на голевые, так сказать, усердно поработать с ними. Чтобы там задачу тренера на сезон выполнить. Гол-то я свой еще, может быть, и забью. Но сейчас вот спокойнее было отдать пас, между чем пробивает. Ну, и Фоден забивает третий свой мяч в сезон. Фоден на меня замечательную передачу отдал. И это 2-0. Мы забиваем голы голевую. Наш 30-й гол в сезоне. И мне сейчас просто интересно, какой я забил гол именно за Сити в премьер-лиге. Там вроде, я не помню, 20-й сейчас или там уже больше 20-ти забил. Но замечательно сейчас у нас получилось. Такую лягушечку пустили. Супер! Гол и голевая на матч. Ну и сейчас узнаем. Да, ровно 20-й гол и 30-й гол у меня за этот сезон. Это замечательно. Значимая дата и значимое число. Заканчивается матч. Мы побеждаем уверенно 2-0. Бормух на выезде. Гол и голевую мы записали в этом матче. Наш 30-й гол в сезоне. Наш 20-й гол в премьер-лиге. Оценка 8-4. Лучший игрок. Кто? Фоден. 87 у него оценка. Он на меня, да. Он на меня просто тоже отдал голевую. Итак, у нас возвращается Никла Зюли. По трансферу мне еще пока что ничего. Я могу отозвать. И заново потом еще попросить, чтобы меня выставили. Проводим очередную тренировку. Для рейтинга вообще очень далеко. Потому что я новые тренировки ставил. Ваш запрос и вычеркивание. Ты безопасность. Отлично. Гордео у меня убрал. А теперь просто просим заново. Чтобы как бы может быть от этого тоже иногда зависит. Вот. Ну а у нас матч снова на выезде против Хадрисфилда. Сейчас у нас отставание в 3 очка до Лиги Европы. То есть это 5-я строчка. И 6 очков все так же до Тоттенхэма. Вот. Ливерпуль кстати спутился на 5-й. Они были же на 1-й когда-то. Но мы играем против Хадрисфилда. Так. Ясно на стадионе. Поехали. Итак. Снова выезд. У нас игра Хадрисфилд против Манчестер Сити. Отставание у нас все так же 6 очков до зоны Лиги Чемпионов. Будем надеяться, что Тоттенхэм потеряет там свои очки. Поехали. Сажаем замечательно. Ускоряется сейчас. Отдает на нас передачу. Мы уже в трофной. Удары это 1-0. Отлично. Забиваем мы на выезд здесь снова. Два матча подряд может забиваем. Наш 21-й гол. Премьер Лиги 31-й за сезон. Очень хороший гол сейчас получился. Голевая Орсанэ. Ну и я прям сейчас попрошу замену. Потому что очень уже и устал. И вот вместе с Дебрюйеном мы уходим. Выходит Фоден и Лукаку. И забивает Ромео Лукаку. 2-0. Так что если бы мы были сейчас на поле, то мы бы забили дубль. Но это уже не важно. 2-0. Это главное. Что мы выигрываем. Не теряем очки. Ну что же. Уверенная снова победа Сити над Хадрисфилдом. Мы выиграем уже два матча подряд. Со счетом 2-0 на выезде. Сегодня мы забили гол. 21-й. В Премьер Лиге 31-й. В сезоне. Ну и надеюсь, что там Тоттенхэм потерял очки. Тоттенхэм выиграл Сонгемптон. Ливерпуль выиграл Вулверхэмптон. И Мью выиграл Лестер. Челси выиграл Бёрнли. То есть никто так вообще не потерял очки. У нас отставание до Ливерпуля 3 очка все так же. И 6 очков до Тоттенхэма. Ну что же. У нас домашний матч против Норвича. Не играют еще команды. Наверное, вместе с нами будут играть. Ладно. Поехали. Вот она расстановка. Весь матч мы точно не выбежим. Даже, наверное, только первый тайм отыграем. Поехали. Итак. На наш родной стадион Этихат приезжает Норвич. Команда интересная. Наверное, там борется за выживанием. Ну а мы сейчас боремся за попадание в Лигу Чемпионов. 6 очков нам осталось. Поехали. Ну это наш был сейчас момент. И суперский. Расправились. Ижо Аканцело. Голевая передача. Замечательно. Сейчас накрутили всех. Голевую передачу даем. Аканцело побежал к Гвардиоле. Или все-таки к нашим. Нет. Он что-то вообще остановился. Ладно. Голевая передача. Очередная. Очень здесь хорошо прям. И Аканцело подключился. Я накрутил защитников. Успел отдать передачу. Но для Аканцело первый гол. Нет. Второй, кстати, уже в чемпионате. Незамечательный гол. Второй, кстати, залетает. Интересно. Сейчас Палаверса забил. Чуть-то там с ковязкой. И вот замечательный выход сейчас у Ромео Лукаку. Ну, это все. Разгром 3-0 на 94-й уже минуте. Забивает Лукаку. Очень хороший именно он игрок. Наверное, выход на замену. Также стрельнул давно. Ну, не так давно. У Шпаку Алькасер, когда перешел от Барселоны в Дортмунд. Выходил чаще всего на замене. Ну, заменяя футболистов. И забивал. Так что Лукаку прям вот игрок замены. Хотя сейчас было вот опасно рядом с Рутарем так пробивать. Но все равно 3-0 для Лукаку. Это пятый, если не ошибаюсь, гол. Да. Ну, и разгромная победа с Ситием над Норвичем. Все. 3-0. Наша победа очередная. Мы отдали Голливу за сегодняшний матч. Оценка у нас 7-3. Ну, и лучший игрок это Рахим Стерлинг. Ну, и, кстати, замечательно. Вот сейчас вот если Тоттенхэм бы проиграл, мы бы как раз бы обогнали. Там у меня Арсенал еще не играл. У нас игра дальше, кстати, с Кристалл Пелоса. Отлично. Снова выстрелили на трансфер. Посмотрим. Может, сейчас уже есть какие-то там. Делать нет. Пряжение никто не делает нам. Предложение. 3 очка. Опа. Нет. Почему-то там, конечно, не доигрывает. Ну, если у нас сейчас хороший задел. 3 очка на братике были вертут. С кем-то мы еще. Вот в Уэстхэм мы сыграли игру. Там, скорее всего, Лига Чемпионов. Все такое. Либо кубки. Но мы единственные тут. Вот в топ-6 мы с Ливерпулем сыграли 35-й тур. Странно. Игра у нас против Кристалл Пелосе. Команда хорошая. Сейчас узнаем, где они идут. Они там на 10-й какой-нибудь. Нет. Ну, на 12-й тоже неплохо. Нужно нам выиграть. Мы все матчи, кроме МЮ, в сегодняшнем выпуске выиграли. Последний. 3 матча у нас, друзья, встает. 3. Мы будем играть уже до конца. Бороться. Но если Сити попадет в Лигу Року в следующий сезон, то они ее точно выиграют. Итак, выездной матч. Мы играем против Кристалл Пелосе. Команда хорошая, боевая. Все, что про нее могут сказать. Раньше здесь играл ЗАА. Не знаю, сейчас он здесь или нет. Но поехали. Будем смотреть, наблюдать. Затем, как будет происходить матч. 3 матча у нас осталось. Именно у нас. Хороший пас отдаем на поле Погбу. Ну и это, наверное, мой был самый легкий гол вообще в сезоне. Спасибо большое полю Погбе. Но гол просто шикарный. Шикарный гол. Замечательно замкнули передачу от Погбы. Ну и забиваем 22-й мяч в премьер-лиге. Первый наш сезон в АПЛ. И, скорее всего, последний. Я бы перешел бы в МЮ, действительно, если бы было бы предложение. Но не в этом. Уже в сезоне я хочу доиграть в Испании, еще во Франции, в Германии. Гарсия, на меня передачу. Ну и это дубль. Замечательно сейчас расправились. Ну и Сити выигрывает 2-0. Давно мы, кстати, дубль не забивали. Ну и в премьер-лиге забиваем 23-й мяч. Хорошо сейчас получилось. Левой ногой еще забили. В карьере в FIFA всегда есть успехи там. И левой ногой тоже там есть какое-то достижение. Если ты там забьешь 15 голов левой ногой, там тебе слабую ногу прокачают, все такое. Ну вот, 23-й гол. Это хорошо. Только сейчас вот Коль решил. И. Ну и это Дебрёйна. Это гол. Это наша голевая. Дубль плюс ассист. Это неплохая статистика у нас сейчас. 3-0 мы громим Crystal Palace. Поздравляю Дебрёйна с его очередным забитым голом. Ну и у нас с очередным ассистом. Мы вроде выполняем действительно распоряжение тренера по ассистам на сезон. Именно в пример лиги. Ну и третий гол Дебрёйна. Ну что же, разгром. 3-0 Сити выиграет. Наш дубль и голевая нам приносят очередные 3 очка. 8-1 у нас сразу оценка была. 9-0. Ну, это естественно, конечно. Лучшим игроком становится Pogba. Кто бы сомневался. Челс выиграет Norwich. Сейчас мы там еще что-нибудь посмотрим. По матчам у нас. Даже если Арсенон сейчас сыграет свою игру, мы считаем, что матч какие-то странные. Сейчас неудобно будет смотреть. Прокачали короткий пас. Ну что же, посмотрим, кто там кандидаты. На апрель. Кандидат названия игрока месяца. Вряд ли. Ну, естественно, здесь игрока МЮ и Челси. Вряд ли мы бы сюда попали. Много мы голов забили. 4 голевые там отдали. Вон у нас 13 голевых. Все равно я еще не выполнил, кстати. Надо 24 гола у меня еще забить. Вот. И 8 голевых передач. Но это за 2 матча. Это просто нереально сейчас будет. У нас игра как раз против Арсенала. Это пятая строчка. Играем мы еще и дома. Что я могу сказать? Но если мы их обыгрываем, все равно не факт, что мы окажемся выше. У них матч в запасе. Сравняться с ними можем. И то не факт. Поехали. Итак, важный матч. Играем против пятой строчки. Скорее всего, Сити уже вообще не попадет в Лигу Чемпионов. Остается 2 матча. Матч там многие еще не доигрывают команды. Почему-то странно. В концовке сезона вот так вот. Играем против Арсенала. Они нас дергнули в Чемпионате 3-1. Выбили из Кубка Карабау 1-0. Так что мы играем дома. Сейчас это наш шанс победить их. В последний раз мы проигрывали МЮ. В начале там выпуска 2-0. Но сейчас у нас прям идет победная серия. Надеюсь, мы ее продолжим с вами. И хороший момент. Дебрюйн, это наша голевая. Отлично. 1-0. Сити выходит вперед. И я сейчас буду просить замены. Как раз до следующего, так сказать, момента. Очень хорошо сейчас у нас получилось. На Дебрюйне хороший пас еще вышел. Дебрюйне. Четвертый мяч. Премьер Лиги. Пошла подача. И Пилигрине через себя. Ну это просто что вообще сейчас это происходит. Все. В этом только заканчивать приходится. Смотрим остаток матча. И забивает Бернардо. За Манчестер Сити. Мы идем на шестой строчке. У нас равенство очков с Ливерпулем. Наверное, у них там по разнице мячей больше. Ну да, на целых 30 мячей больше. Но есть такая вот затея. Смотрите, у Арсенала 8-6 очков. Мы их победили. И если они проиграют следующую игру, а мы выиграем Лестер, который сейчас идет на 13-й строчке, то мы попадаем, ну скорее всего так, на пятую строчку. Если Ливерпуль еще проиграет, то тоже. Ну ладно, смотрим. Последний тур. Тоттенхэм-Эвертон. Ну до Тоттенхэма нам уже все. Нам надо именно вот Арсенал. Арсенал-Норвич. Ну, понятно. Скорее всего, это мы попадаем в любую Европу. Еще есть с шестой строчкой. Мы даже в топ-5 не попали. Ну это супер. Замечательно, мы пришли сыграть за Манчестер Сити. А в том сезоне они, кстати, были чемпионами. Вот так. Итак, последний матч. Мы играем против Лестер Сити на выезде. Замечательный матч. Сегодня нас ожидает и это последний тур. Сегодня все у нас и завершается. Мы вряд ли сейчас обгоним и Ливерпуль, и Арсенал. Было бы замечательно. Но нет. Даже победа сегодня над Лестером нам не сулит. Попадание в Лигу чемпионов следующего сезона. И отлично. Мы забили свой, во-первых, гол. 24-й в Премьер Лиге. Нам и надо было за сезон забить 24 мяча. Все. Забили. Отлично сейчас разыгрались. Но осталось нам голевую отдачу, чтобы было 8 голевых в Премьер Лиге. И свою задачу мы выполнили. От Гвардиолы на сезон. 24-го числа день рождения. 24 мяча мы забили. Если так и останется, будет классно. Ну и замечательно сейчас вбегает Барнс. Прострел. Ну и мой зекил. Естественно. Кто бы сомневался, что в последних минутах Лестер сейчас забьет. Даже если Эдерсон бы стоял бы на своем месте, он бы хрен бы отбил бы такое. Ничья в матче против Лестера. Это означает, что даже у нас никаких шансов нет сейчас попасть в Лигу чемпионов. Даже если бы там Тоттенхэм и Арсенал бы проиграли. Доброй на лучший игрок. Мы забили гол. Челси это 3-0. Арсенал 2-0 выиграл. Тоттенхэм вообще разнес 4-0. Ну что же. Сейчас проведем там последние тренировки. Дойдем до последнего там минуты, так сказать, сезона. И подведем там все итоги абсолютно. Вот. Мы на 6-й строчке. 4 очка не хватило нам до Лиги чемпионов. Хотя и обыграли Арсенал. Ну что же, друзья. Прокачались мы до 87-го рейтинга. Прямо перед самым концовкой сезона. Так что начинаем мы новый сезон с 87-го рейтинга. Сколько мы сейчас стоим? 56,5 миллионов в 24 года. Тихо. Сейчас бы улетели. Все. Это последняя тренировка. Вот так вот завершается. Поехали. Теперь мы смотрим все абсолютно. Итак. Премьер Лига. 6-е место. До Манчестера и Нетта. До 12 очков. Он не хватал до чемпионства. Вот так вот. До попадания в Лигу ЧП на 4 очка. Победили Суперкубок. Это единственный наш трофей в Сити. Кубок Англии выиграл Тоттенхем, обыграв МЮ 2-1. Кубок Роба выиграл Арсенал, обыграв Ливерпуль 2-0. ПСЖ выиграл Суперкубок, обыграв Арсенал 4-2. Лигу Чемпионов выиграл Мадридский Реал, который нам, кстати, предлагал перейти к ним в зиму. Мой 2-1 обыграли ПСЖ, который, кстати, нас выбили. Либо Европа выиграет Арсенал, которого мы, кстати, выносили 2-1. Но они 2-1 выиграли Интер. Ну и у нас еще есть шансы, если... Ну вот, у нас будет игра с французами. Она была, мы сыграли мячью. Нам надо обыгрывать Уэльс, который идут на 6-й строчке. И нужно обыгрывать Словению, который идет сейчас выше нас. Если мы это все сделаем, и у них у Швейцарии еще матч против Франции, то все, мы победим. Здесь мы все посмотрели. Теперь идем в Мои Действия. Все такое. Выставлен на трансфер, да. Статистика. 53 матча, 31 забитый мяч, 11 голевых передач, 29 побед с хуй, 4 желтые карточки без удалений. Оценка средняя 7,3. Все. Ну и вот они, мои статы такие. Больше ничего не могу сказать. Статистика игрока. Я даже могу здесь посмотрим. Шестое место у меня в списке бомбардиров. Один из мячей Кейн больше забил, чем я. По голевым. Ток, ток, ток. Я на 11-й строчке. По голевым. Все. Зайдем изменить профи. Может, там появились какие-нибудь новые таланты, которых я не замечал. Да, изящные пасы и удары ножницами. Вот так вот. Два таланта у нас было. Когда-то открылись. Но сейчас мы только их взяли. Все. По руководству выполнил только. Вот забил 24 мяча. Оценку не выполнил. 8,4. Не отдал еще один другой пас. И 22% соотношения ударом гола. Все. Завершаем на этом сезон. Я уйду из Сити. Прямо от 1-го числа завершаем сезон. Все. На этом. Сейчас проведем до конца эту загрузку. И сразу же на 1-м числе мы останавливаемся. И уже в следующем выпуске вы узнаете, куда я все-таки перешел. Тоже прямо вот так вот мы и заканчиваем. На этом все. Дальше у нас предсезонный турнир. Но вряд ли я уже буду в нем играть. Буду просто задать предложение от какого-нибудь клуба. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Ставить лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok